Потому что женщина не ведет диалог. Это может быть обусловлено пресловутым ожиданием, типа, ну, он же мужчина, он же должен сделать первый шаг. Но есть просто такой нюанс. А как он сделает первый шаг, если вы не заинтересовали его? Для этого нужно сначала заинтересовать, а для этого нужно уметь вести диалог. И вот здесь есть просто маленькая-маленькая такая возможность проявить себя. То есть совершенно не обязательно обладать знанием высшей математики или знать все законы физики. Это совершенно ни к чему, потому что, если вы покажете свой уровень интеллекта настолько на высокой ступени, то мужчина может испугаться, что он в какой-то момент не поспеет за вашим интеллектом, и он просто потеряет интерес. Так вот, в компании достаточно просто уметь шутить. Да-да, потому что чувство юмора так же прекрасно развивается, как и голос. Для этого достаточно просто, когда вы идете в компанию, в конце концов, перед тем, как вы туда придете, просчитайте два тренинг. Прочитайте какую-то смешную историю, какой-нибудь рассказ. Расскажите его в компании. Если вы заставите людей рассмеяться, то к вам сразу автоматически растет уровень доверия и эмоциональной эмпатии. То есть люди к вам начинают хорошо относиться, потому что вы заставили их улыбнуться, вы подарили им ощущение счастья. Также очень хорошо прочитайте буквально два-три классических произведения, и оперируя ими, вы уже понимаете, что вы можете общаться, потому что это, в принципе, перекраивает очень сильно мышление и развивает речь. И вот здесь вы можете выбрать те, которые у всех на устах, комедийные. Например, «Двенадцать стульев» или «Золотой теленок». Во-первых, вы прочитали, вы оперируете уже другими возможностями общения. А во-вторых, вы просто знаете очень много веселых шуток. И тогда поверьте, любому мужчине с вами будет интересно, потому что вы умеете быть веселой, общительной и легкой. И успех просто, ну, молниеносно вас настигнет. Я желаю вам взаимопонимания и бесконечно гармоничных отношений.